здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о спорте как известно городской округ люберц это территория спорта и сегодня а футболе вид спорта которые конечно же касается очень многих и тех кто принимает в нем участие как профессиональном так и в любительском или просто как болельщик ну и с удовольствием представляю вам наших гостей это президент федерации футбола городского округа люберцы сергей владимир стреколовский и футбольный клуб краскова юношескую команду представляет в первой части нашей программы владислав борисов здравствуйте здравствуйте сразу же начнем чем живет федерация футбола вот в этот весенний период когда все оживает том том числе и футбол но сейчас относительно межсезонья мы только что закончили подвели итоги открытого зимнего первенства городского округа люберцы которая проходила на нескольких стадионов нашего города участвовал 41 коллектив четырех возрастных категорий это порядка тысячи футболистов юных я считаю что турнир прошел очень интересно команды которые традиционно считаются сильнейшими городском округе подтвердили свой класс и уровень вот мы и появились новые команды которые никогда не принимали участие в первенстве заявили о себе заявили о себе да но кому-то у да это удалось лучше кому-то хуже но сама атмосфера которая была во время этого турнира она говорит о том что футбол в округе любят он развивается ну и федерация футбола основной задачей бы ставить перед собой развивать этот этот вид спорта ну и привлекать все больше и больше команд к участию к соревнованиям вот четыре группы да вы сказали это самая младшая это какая группа самый младший это 11 12 год то ребята которым по 9 10 лет вот соответственно это первые соревнования такого уровня для них на уровне городского округа не как правило принимать участие небольших коммерческих турнирах где ограниченный состав участников но вот в городском округе мы собрали максимальное количество команд и вам скажу это и все ведущие наши школы а такие как шор как звезда ну и соответственно наши гости соседних муниципалитетов а так получается что у них с футболом с точки зрения организации небольшие проблемы и все с удовольствием едут к нам поскольку мы достаточно качественный товар то есть такая футбольная лига маленькая да совершенно верно вас своя заверно вот и как вы оцениваете вот этот самый маленький футбол самый такой молодой но и так те команды которые начинают наверное уже понимать что кроме своих индивидуальных способностей до которые не показывают и развивает есть командная игра и что ошибка каждого из них может привести к в итоге поражению то есть ответственность развивать дополнительно ну и соответственно дружба игра в команде на кома на общий результат понять ну и у нас гостях напомнил владислав борисов он уже так понимаю бывалый как говорят таких случаях до представители молодежного футбольного клуба краскова и от молодежного наверно недалеко уже до какого-нибудь взрослого в том числе вот варианты могут быть любые несмотря ни на что скажите как давно вы играете футбол но уже практически идет часть 7 год 7 года не жалеете нет да ноги не болят сразу говорят про футболист на ноги надо смотреть все ли в порядке да в целом все в порядке с чего начиналось то все кто привел как это все было ну я увидел как во дворе играли ребята очень долго просил родителей меня привели в итоге в красково понятно ну и как вам удалось я так понимаю что медалишь не просто так здесь у нас лежат в них его ваша частичка есть вот и даже есть диплом фестивале спортивного мастерства справедливые игры вы на какой позиции играете я сейчас играю на право позиция право защитника а ну защитник этот ответ вроде бы как всем хочется быть нападающим начнет мало кому хочется быть вратарем сначала на все хотят нападающими а вот защита полузащита тут уже мои взять футбольные интересы тоже начинает работать владислав скажите вы принимали сейчас участие в этом турнире да конечно да как команда выступила не очень конечно хорошо могло быть и лучшего случилось но разные факторы на это повлияло разное фото вот это уже профессионал говорит да в том числе разные факторы не просто потому что что-то вот разные факторы скажите пожалуйста вот как вам удалось ну понятно что футбол у нас вечный спор езда что есть спорт номер один российской федерации хоккей футбол иногда бадминтон потом вдруг вспоминают что фигурное катание и все это каким-то образом ратируется но тем не менее к футболу всегда ну вот сейчас до сказал владислав что в дворе играли и кто-то становится футболистом кто-то идет дальше профессиональным футболистом что самое главное для вас как для руководителя федерации ну если более глобально глобально да но задача вообще принципе приучить ребят к здоровому образу жизни это во-первых систематическое занятие спортом который ну позволяет выглядеть хорошо быть успешными неважно в спорте или это что-то будет другое по жизни спорт данном случае как подспорье да что человек не может прожить без тренировки без команды то есть он не на не во дворе где-то сидит там непонятно чем занимается например действительно ходит на тренировку да в том числе это систематизирует приводит человека к определенному режиму в том числе и по жизни ну из все прекрасно знают что успешные люди в спорте футболе это успешные люди в других областях ну и соответственно некий авторитета не свой поднимает тоже за счет каких-то успехов в спорте и в частности футболе поэтому спорт футбол это некий трамплин для того чтобы человек состоялся как личность ну а мы со своей стороны организую различные там соревнования различные мастер-классы позволяем людям общаться узнавать что-то новое ну и как результат развиваться мы кстати еще поговорим о вот этих всевозможных соревнованиях владислав скажите а какие дальнейшие вас планы слова молодежный же рано или поздно как говорится немножко раствориться вы станете уже таким взрослым человеком будете идти дальше по футбольным направлениям да в планах хотелось бы поиграть за мужскую команду краскова так но уже какие-то контакты состоялись да нам тренер обещал уже подводить нас по ходу нынешнего сезона к мужским играм чтобы мы адаптировались а какая нужна адаптация сложно там будет хотел сказать старичков в хорошем смысле слова но людей которые как бы к этому немножко относятся по-другому но юношеский футбол отличается от мужского те равно как минимум скоростями и борьбой вам придется чуть медленнее наоборот я почему спрашиваюсь вот это же преемственность поколений потому что когда есть команда во всех таких известных клубах и даже по всему миру из школы там каких-то команд не будем сейчас называть все знают и так далее но у каждого клуба есть некая селекционная работа до когда готовятся какие-то игроки иногда конкретно под клуб где-то удалось где-то ошибка и так далее вот это же преемственность верно это прежде всего но вообще в футбольный клуб краскова он известен своими традициями то есть команда на протяжении двух последних лет выступала в группе b к так называемая кфк достаточно высокий уровень результаты скажем так они чуть выше среднего да к сожалению они команды не закрепилась она большинство и подавляющее большинство как раз футболистов уже там не просто ребят подростков до которые только подходят команде но ребят постарше уже и состоявшихся футболистов как раз это те ребята которые свое время тренировались как акса стадионе электрон на поселке красково но я еще добавлю что у нас есть главная команда в городском округе люберцы это фк люберцы который принимает участие тоже в кфк но получается группа это выше уровень вот они традиционно играют и естественно подпитку прежде всего берем из наших местных ребят под почему потому что с ними проще они на местах и опять же это эта команда она все равно у нас любительская да ну достаточно хорошего уровня но опять же но своя собственно да своя собственно да и который тоже может позволить спортсмену который ставит перед собой самые высокие цели и задачи поиграть профессиональный футбол как 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 как-то рамплин понятно владислав скажите что какая из представленных здесь наград для вас самая такая сложная может быть или какая-то или все каждая каждая есть доля ну в каждой сыграла роль команды но пожалуй самая дорогая для меня вот эта медаль а что за медаль это медали кожи за районное соревнование городского округа люберцы то серебро до второе место до серебряная медаль вот некоторые говорят что серебро даже лучше чем золото иногда бывает или как-то серебро с отливом золото да вот а в чем сложность была почему вы именно ее решили выделить но пройти весь чемпионат от а и да я это было довольно таки сложным испытанием и держаться на дистанции еще такой вопрос это все таки как мы уже выяснили и знали до этого вски командный вид спорта вот ваша молодежная команда но все равно людей-то много этаж не я не знаю там не даже не волейбольная сборная да вот как находите контакт это люди разные разные характери кто-то может больше тренируется кто-то меньше какая царит атмосфера в команде хорошая потому что все еще знают уже друг друга давно с детства так можно сказать тренер расплатил коллектив и поэтому проблем вообще внутри команды точно нет точно нет да вот а когда проигрываете что но когда есть еще время отыграться мы же как болельщики все мы всегда думаем ну вот что-то сейчас должно в команде пошли на перерыв там как говорят тренер накачал чем-то что-то там наговорил и так далее когда проигрываете как собираетесь как раз как вы сказали тренер качает в раздевалке так вот а потом всей командой перед выходом на поле обсуждаем слова тренера и подбадруем друг друга чтобы выйти на второй тайм и условно отыграться бывало такое что вытаскивали уж совсем проваленную игру да как раз вот на прошедшем зимнем первенстве мы проиграли 20 футбольному клубу спартак люберцы и после первого тайма вытащили игру сыграв 22 вот видите как вот прям у нас прямом эфире мы узнаем как это работает всегда приятно говорить с игроками особенно молодежной команды у которых нет еще такого до крылышки так что ты сюда сделать скажите пожалуйста вот мы второй части кстати у нас будет для вас такой можно сказать спортивный сюрприз потому что футбол это сегодня только мужской вид спорта мрайана но и женский я так заранее говорю завершая постепенно двигаясь к финалу первой части вот скажите ведь не каждый может может прийти хороший парень с хорошими физическими возможностями или девушка с хорошими физическими возможностями но может быть даже вот этим особым футбольным умом но как-то не состоялась то ли лень то ли вот что должно быть у настоящего такого футболиста но на мой взгляд у настоящего хорошего футболиста должен быть грамотный наставник это тренеры это специалисты которые работают с детьми опыт опытный так сказать как и опытные ребята которые должны футболиста посмотреть а прицениться понять что на самом деле он сможет сделать и по каким причинам что-то не получается на в этом есть мастерство специалистов которые работают как раз с детьми в детском юридическом спорте потому что очень многие могут уйти да таки не поняв и не раскрыться да как спортсмен как футболист здесь нужно отдавать конечно должное тем мастерам которые видят понимают чувствуют и направляют скажем по той дороге которая необходима как раз футболистам и спортсменам я так понимаю что работа вот эта селекционная ведется не только среди игроков потенциальных но и среди наставников потому что тут много разных направлений верно да в том числе но я вам скажу что в люберцах достаточно такое несмотря на на ревностное до отношения к футболистам между собой достаточно сплоченный коллектив тренерские вне зависимости от того учреждения где они работают очень много молодых специалистов появляются которые только-только получают образование которые горят глаза которые работают как раз самыми юными спортсменами для того чтобы их приучить подтянуть увлечь опять же футболом и соответственно как результат привить в дальнейшем как бы развитию понять мы последний вопрос в этой части владислава потому что второй части у нас здесь появится футболистка выслав скажите а что для вас главное в болельщики вы хоть попомните о том что болельщики на стадионе есть вы их слышите или вы свою задачу выполнить ну к ним прислушиваться однозначно нужно но в рамках дозвольного то есть они же на эмоциях да а вам надо думать правильно вот такие замечательные у нас высказывания прозвучали в первой части во второй части продолжим программа открытый диалог говорим о футболе в городском округе люберцы напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко говорим сегодня о футболе в городском округе люберцы и показываем вам самых разных представителей самых разных команд познакомимся еще с одной гостьей это футболистка школы спарта городского округа люберцы екатерина пивоварова а также как и в первой части у нас в студии президент федерации футбола городского округа люберцы сергей владимирович стреколовский который догадался показать нам самые разные варианты да вот скажите как вы лично как футболист как чек читающий игру как чиновник от футбола да не денешься в хорошем смысле слова как вы относитесь к дамам футболе но на самом деле положительно тем более когда девчонки самого малыша возраста до проявляет интерес к футболу они прежде всего это подвижные игры я рассматриваю как тоже элемент развития и так далее ну я вам скажу что у меня даже был опыт я тренировал команду девчонок так да в другом регионе и мы становились постоянными победителями всех турниров среди женских коллективов вот поэтому это особенный футбол это особенный коллектив как вы понимаете но набирает обороты потому что когда-то это казалось чем-то таким нереальным да я с вами соглашусь это сейчас очень популярные все ведущие клубы и в европы и в мире имеют очень серьезные коллективы и на уровне наград даже международных они футболистки женщины до становится обладателями тоже самых высоких наград да поэтому это нормальное явление она не превращает девушек в каких-то там атлетов да вот своя изюминка футболе ну да да и опять же помогает да к по-другому относиться возможно даже последующей жизни до автомобиля в какую-то логику да совершенно верно но теперь екатерине вопрос я знаю что мы до программы узнали что вы пришли еще со специальным кубком который лично ваш да вы когда футбол то пришли почему футбол мы пришли четыре года назад футбол мы это кто целый а вы вы одна пришли с подружками как нет я одна одна так а почему потому что мне этот вид спорта очень нравится он вы делает выносливость во мне и это мне он прям нравится смотрите там фигурное катание это спортивные танцы или еще что-то как родители к этому отнеслись нормально отнесли не удивились что вот нашу будет бог заниматься давно занимаетесь уже четыре года на четыре года да за что вот этот кубок там получил за красно-белый новый год зато то что я показала некоторые финты там не дали этот кубок ты даже а вы играете на позиции нападающей нападающей ну вот видите как у нас не просто еще участница футбольной школы спарта гороскопа укрой люберцы но еще и нападающие это наверное самый важный да а защитник защитник тоже он защищает можно сказать сразу начали как нападающую вас открыли или постепенно шли к этому ну вообще да да с какой позиции сначала наверное играл больше в центре а потом уже нападающий вот вы чувствуете насколько мы говорим сейчас на специальном уже футбольном языке практически как на спортивном телеканале как вот я так понимаю опять же возвращаюсь особенно для тех родителей которые ну возможно к футболу относятся скептически так такие что же есть дети например хотят прийти до заняться футболом родители говорят да нет вот и иди лучше будешь там не знаю танцами заниматься это тоже хорошо вопросов нет и к нам сюда в студии по моему все виды спорта были даже самые экзотические вот читать игру умение следить друг за другом потому что даже если ты один на поле даже нападающий даже диего марадоно да все равно к нему же мяч должен попасть правильно вот что дает эта игра с точки зрения развития логики ребенка ну всем прекрасно знаем что любые подвижные игры как элемент физического развития самых скажем в юном возрасте это ключи ключевое средство на чтобы воспитывать там ловкость гибкость подвижность координацию ну и потом постепенно игра с мячом превращается в игру с мячом либо футбол либо другие игровые виды спорта но я еще раз вам повторю и вы думаете думаю тоже прекрасно понимаете это командная игра любая командная игра или любой командный вид спорта учит еще в том числе и общаться внутри коллектива это тоже очень важно проявлять свои лидерские качества в конце концов да потому что игроков много как правило лидер от 12 человека которые ну объединяют вокруг себя команду и ведут там победам достижениям ну и в какой-то момент с благодаря командам эти же как раз лидеры и становятся хорошими спортсменами скажите катерина а вы лидер команды вы можно сказать да вот а если в угол не забиваете ну вот вам все сделали то есть мяч вам выложили остается только казалось в тоже прибежали вовремя куда нужно но промазала вам не говорят потом не смотрят на вас это опыт он приходит со временем то есть вы сами себя мучаете да наверно как же я не забила да ну нет как бы надо с этим смириться и потом следующей игре показать лучше игру карте а вот вы когда тренируетесь как у вас тренировка проходит тренировка проходит силовая бывает игровая и на технику как часто вы проводите тренировку три раза в неделю да это если обычная тренировка и дома сама занимаюсь отталкиваясь от новых подходов от новых способов я даже обратил внимание вот у нас кубки обратите до кубки которые здесь стоят не такие знаете традиционные которые можно в магазине купить они сделаны с душой прямо вот как произведение искусства это вот на память остается то есть это целая как-то ну жизнь что ли футбольная даже уже больше чем спорт да но естественно любая награда рук любой приз даже индивидуальный либо командный это скажем это часть какого-то периода в твоей этом жизни вне зависимости от того спорта то либо другие какие-то увлечения а когда приз как вы сказали выполнить с душой особенный приз который запоминается на все оставшиеся время то есть конечно даже достаточно одной фотографии показать где ты с этим крутым трофеем показываешь там друзьям либо родственникам вспоминаешь переживаешь опять же да ну и рассказываешь уже будущем наверное своим детям или если ты специалист своим подчиненным своим воспитанникам как это все было и что может быть у них в дальнейшем ну да и целая история но вот кстати кубу который справа от вас стоит это как и мы выяснили это кубок для будущего до первенства какого-то вот который большой красивый знаете я как ругатель федерации всегда за то чтобы наши призы отличались скажем от того что было возможно или одного что предлагает в других соревнованиях хочется чтобы они были ну если не изысканными да но особенные в части своего исполнения да вот я сегодня специально принес в студию это будущий кубок в каждой возрастной категории летнего первенства которое мы ближайшее время начнем организовывать и традиционно проводим каждый год ну если сегодня мальчишки девчонки посмотрят сюжет наш и я думаю что ему двойне будет приятнее принимать участие да он прямо так похож прямо на настоящий взрослый такой кубок екатерина я знаю что вы принесли какую-то особую медаль да вот расскажите что это за медаль и где вы ее заработали это медаль вина джека по мы заняли там третье место в команде давайте покажите мне как называется еще раз медаль вина джека ухты вина джерка это новогодний чемпионат да да вот мы покажем тоже а вы рассказываете чем как вы заслужили это где приходил заслужили это не очень бы это было трудно это самая трудно верно медаль в карьере и так проходила где в манеже так спартак спартак да вот как бывалая футболистка рассказывает как бы так лет 50 прошло с того момента а в чем сложность было там были очень сложные команды против нас играли так у нее было немножко наверное побольше опыта ну мы заняли при этом третье место ну все равно хорошо да правильно но в будущем же будет и первое да а вот а не такой вопрос еще вы собираетесь заниматься этим видом спорта дальше до собираюсь то есть прям по-настоящему наверно следите что у нас есть сборная россии по женскому да знаете каких-то футболиста понятно ну и кстати иногда показывали по моему прошлом году или позапрошлом до пандемии еще показывали чемпионат мира по женскому футболу как какие-то матчи тоже я видел конечно непривычно это все видеть но наверное в будущем это станет традицией да то есть женский футбол будет таким же как вот есть например волейбольные сборные и женская и мужская до баскетбольная команда знаменитые еще советских времен были да и женская и мужская вот пробивает потихонечку себе здорово но соглашусь с вами и самое то главное это не просто женский футбол до играть а играть скажем футбол при пустых трибунов это как бы одно а сейчас женский футбол развивается настолько что на трибунах огромное количество болельщиков и для любых федераций вне зависимости от того рфс это наши отечественные до нашей федерации либо международные они же смотрят на то каким образом болельщики но до вас принимает этот вид спорта и чем больше болельщиков тем больше популярность тем интереснее соответственно и дальше развиваться и двигаться ну то есть какого востребованы скажем в том числе да конечно екатерина еще к вам такой вопрос но вот нападающие ведь без ударов по ногам же дело-то не обойдется рано или поздно это происходит насколько травма опасным ваш вид спорта или вы вам удается как-то от этого убежать ну мне удается как-то от этого убежать уже четыре года то что вроде бы травм сильных никаких не было и надеюсь то что так дальше будет а это зависит от вас прежде всего от умения быть такой прыткой и гибкой или все-таки от добрых чувств ваших соперниц наверно это больше зависит от разминки как ты будешь разомнешься так ты поведешь себя в игре то есть речь идет о том что нужно избежать том числе и травм я почему этот вопрос задаю потому что очень многие родители не только в футболе да вообще в детском спорте любом особенно игровом где есть контакт они переживают от травмоопасности вот как этот вопрос регулируется на таком детском уровне ну тут ситуация какая всем прекрасно знаем что футбол входит число самых травмоопасных видов спорта там если он не в тройке то в пятерке точно но среди в турнирах среди вот как раз юных спортсменов здесь особую роль играет конечно судья а потому что в этом случае он не просто человек который следит за правильной игры он еще и как педагог он подсказывает что в каких-то моментах нужно вести себя аккуратно предостерегая тот сильного столкновения вот в этом есть еще и мастерство и судейской в том числе понятно что тоже говорит о кадрах да в том числе два последних вопроса один екатерине екатерина вот мальчишки приходят смотреть на то как ваша команда играет футбол ну бывает еще болеют за вас да но говорят что ну просто классно лучше чем прям футболистка номер один ну бывает такое бывает приятно да конечно а болеют там иногда за вас бывало когда я хожу на матч был быть скромная все-таки в палец к нас и не екатерина попалась и последний вопрос что вы вот вы начали частично говорит что мы ждем в этом году от федерации футбола городского круглюберца ну я еще на на добавлю что мы в этом году реализовали еще один проект достаточно на мой взгляд интересный серьезный мы организовали так называемую детскую футбольную лигу это для самых наших юных детей которые только только делать первые шаги это ребятам которым по пять шесть семь лет тоже достаточно хорошо все прошло а ближайшее время мы наконец-то наконец-то отыграем в зимний кубок среди мужских команд мы сейчас все переносили из-за погоды это ближайший турнир подведение уже зимнего сезона но и в мае у нас начнется традиционное ежегодное первенство горского круга люберца среди детских и юношеских команд по футболу тоже ожидаем что у нас будет большое количество участников но и у нас в этом году есть некое преимущество начать пораньше это искусственное поле которое прошлом году у нас появилась на стадионе электрон благодаря в том числе министерству спорта московской области нашей администрации совместный проект который был реализован и это был просто шикарным подарком для всех любителей футбола в нашем округе но и зрителям тоже в том числе да и зрители конечно даже мы без зрителей ну что напомню что в программе принимали участие футболистка участница футбольной школы спорта городского круголюберца екатерина пивоварова вам успехов и чтобы каждый мяч попадал в ворота после ваших ударов ну и конечно же президент федерации футбола городского круголюберца сергей владимир стреколовский который очень интересно рассказал и о подходах и о том что дает футбол прежде всего молодому поколению ну а нам остается только болеть за вас и желать вам удачи это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания